Привет! В ходе этого урока мы с вами создадим функционал для редактирования, а также удаления любой статьи на нашем сайте. Но сперва я хочу порекомендовать сайт itproger.com. На этом сайте вы найдете код, домашние задания и много другой полезной информации. Ссылка на этот урок на сайте будет в описании к этому видео. Сперва давайте создадим удаление какой-либо записи из базы данных. Сделать это очень и очень просто. В первую очередь я предлагаю скопировать кнопку, как это мы делали уже на страничке со всеми постами. И здесь у нас по сути будет точно то же самое. То есть нам необходимо с вами переадресовывать пользователя на такую страничку как posts. Дальше у нас будет идти ID определенной записи и дальше этот URL он еще будет у нас пускай иметь такое слово как delete. То есть по сути при нажатии на кнопку удалить я буду переадресовывать пользователя на что-то в духе вот такого адреса. Где у нас будет пост, дальше динамический параметр, это ID той записи, которую мы хотим удалить. Ну и дальше просто ключевое слово delete. Можно любое другое слово подставить. Я просто хочу сделать, чтобы у нас эта страничка, чтобы этот URL адрес он был другим, отличался от того URL адреса, где мы просто вводим саму статью. Поэтому я здесь еще прописываю слово delete. Но можно и прописать просто del, например. Это не имеет никакой разницы. Здесь мы давайте напишем с вами удалить. Также укажем другой класс для этой кнопки. Пускай это будет у нас красная кнопка, поэтому danger. И дополнительно я предлагаю сразу же дописать еще одну кнопку. При нажатии на нее мы будем переадресовывать пользователя на страничку, которая у нас называться будет как posts. Дальше уникальный идентификатор определенной записи. И дальше update. Вот. И здесь у нас класс будет для этой кнопки пускай как success, возможно. И здесь мы напишем редактировать. Вот. То есть одна кнопка на удаление, одна кнопка на редактирование. Окей. Давайте мы сразу же еще допишем с вами обработку удаления самой записи, а потом проверим, как она у нас все работает. Итак. Здесь в главном файле мы с вами прописываем обработку такого URL адреса, как posts. Дальше вот этот вот динамический параметр. И дальше слово del. Обрабатываем как вот этот вот URL адрес. Здесь что мы с вами будем делать? Во-первых, мы функцию давайте назовем как post.delete. В самой функции мы будем принимать параметры из URL адреса. И дальше первое, что нам нужно сделать в этой функции, так это найти нужную запись в базе данных. По сути мы можем использовать вот эту вот строчку кода. Но поскольку здесь мы будем работать уже с базой данных, то есть здесь мы как бы тоже работали с базой данных, но тут мы ничего не сохраняли в базе данных, ничего мы не обновляли в этой базе данных, ничего не удаляли из базы данных, поэтому мы использовали просто функцию get, которая позволяет получить определенный объект по его ID. Здесь же, поскольку мы все-таки будем удалять данные из самой базы данных, то лучше использовать не функцию get, а лучше использовать функцию getOr404. Эта функция делает точно то же самое, что и функция get. Единственное, что если у нас не будет найдена запись по определенному вот этому вот ID, то в таком случае будет вызываться ошибка 404. Лучше использовать вот эту вот функцию, если вы работаете с базой данных. Поэтому сейчас мы как раз ее и используем. После того, как мы с вами получили необходимую запись из определенной таблички, мы с вами прописываем конструкцию tryAccept точно так же, как это мы делали вот здесь. TryAccept необходимо эту конструкцию всегда прописывать, если мы пытаемся работать с базой данных. Теперь, что мы делаем? Мы обращаемся к объекту DB, обращаемся к session, обращаемся к методу, который называется delete, то есть раньше, видите, мы обращались к методу add, и метод add, он позволяет нам добавить какую-то запись в саму табличку, а метод delete, он позволяет нам удалить какую-то запись из определенной таблички. В нашем случае мы говорим, какую конкретно запись мы хотим с вами удалить. Это та запись, которая помещена вот в этот объект article. То есть мы этот объект как бы нашли с вами, и дальше этот объект, эту вот запись мы пытаемся и удалить. Что следующее нужно сделать, так это выполнить commit, я предлагаю даже скопировать эту строчку кода, и дальше нам необходимо выполнить просто переадресацию, в нашем случае я буду переадресовать все на страничку posts. Ну и конечно же, дополнительно еще стоит прописать accept, вот эту вот конструкцию, в которой мы просто будем выводить пользователю сообщение с ошибкой. При удалении статьи произошла ошибка. Вот такое вот сообщение будем выдавать пользователю. Теперь у нас все должно обрабатываться корректно. Также, кстати, да, вот эту вот вещь нам здесь не нужно прописывать, это мы спокойно с вами удаляем, то есть это просто при копировании этой функции осталось еще, это мы удаляем. Ну и в общем-то все здесь завершено. То есть мы получаем определенную запись, дальше мы пытаемся удалить эту запись из базы данных, если у нас получается, то переадресовываемся на страничку со всеми постами, если не получается, то выводим сообщение с ошибкой. Итак, давайте мы это запустим, проверим, что у нас получилось. Для начала предлагаю создать некую новую запись, пускай это будет что-то вот в таком духе, чтобы не жалко было удалить. Нажимаем отправить, вот она у нас была создана, эта запись. Здесь можем перейти на эту запись, нажимаем удалить, и вот она была удалена. То есть все обработалось корректно, могу как бы еще раз перейти на эту страничку со статьями, все у нас срабатывает корректно. Тут теперь только две статьи, то есть та третья, она была удалена. Окей, теперь нам необходимо создать страничку с редактированием. Здесь, по сути, уже сама кнопка прописана корректно, сам переход тоже прописан корректно, то есть видите, я здесь перехожу по пост, дальше уникальный идентификатор и дальше слово update. Единственное, что мне нужно сделать, так это прописать обработку этого URL-адреса, а также прописать сам шаблончик, через который мы будем вводить вот эту вот страничку. Функция для странички по редактированию определенной записи, она очень схожа на ту функцию, через которую мы добавляем новую запись. Поэтому мы давайте скопируем эту функцию, вставим ее здесь повторно, единственное, мы меняем с вами URL-адрес, отслеживание URL-адреса, в нашем случае это будет post, дальше вот этот вот динамический параметр, дальше слово update, единственное, неправильно прописал update, дальше саму эту функцию мы назовем как post update, здесь мы принимаем вот этот вот параметр из URL-адреса, методы мы здесь указываем тоже как post и get, то есть get это когда мы просто переходим на саму эту страничку, а post это когда мы из этой странички отправляем данные через формочку, поэтому оба эти метода мы здесь с вами прописываем. Дальше, если у нас будет идти post запрос, то в таком случае мы тоже будем принимать все вот эти вот данные из формочки, единственное, здесь я создаю новый объект на основе самой модели, а потом его добавляю в пост данных, нам же потребуется не создавать новый объект, а просто отредактировать уже предыдущий объект, ну и дальше его сохранить, но давайте мы пока это трогать не будем с вами, вот этот вот маленький кусочек мы его трогать не будем, а вместо этого тронем оператор else, то есть тот момент, когда мы просто отображаем сам этот шаблон. Что здесь нам нужно сделать? Когда мы с вами отображаем страничку с редактированием статьи, нам необходимо на этой страничке отобразить, во-первых, саму форму, а также в форме нам необходимо отобразить все те данные, которые уже есть у существующей статьи. Поэтому здесь мне необходимо с вами сделать по сути то же самое, что я делал вот здесь в post detail, то есть я должен найти определенную, ну определенную статью, и дальше эту определенную статью я должен передать в сам шаблон. Зачем мне это нужно? Чтобы просто в форме подставить данные этой статьи в нужные поля, чтобы мы могли сразу как бы это все редактировать. Ну и здесь мы давайте напишем, что мы будем вызывать такой шаблон, который будет называться как postupdate.html, соответственно создаем такой шаблончик, new file, здесь postupdate.html, в него мы давайте поместим все то же самое, что было в create article, единственное здесь мы напишем обновление статьи, здесь, кстати, а здесь у нас вообще написано страница про нас, здесь давайте тоже напишем обновление статьи, вот, и здесь, раз уж я это уже просто заметил, тоже напишу, что не страница про нас, а добавление статьи, чтобы оно более логично было. Что мы здесь делаем? Action я здесь не указываю, потому что обработка данной формочки, я хочу, чтобы она происходила на этой же страничке, поэтому action я могу просто не прописывать. Метод передачи данных я указываю как post, дальше все эти поля я оставляю без изменений, единственное здесь я напишу, например, обновить, а не отправить. Ну и единственное, что еще стоит здесь добавить, так это attribute value, в котором мы с вами просто будем выводить данные относительно самой этой статьи, то есть мы обращаемся к article, вот таким вот образом, давайте пробелы добавлю, так как-то не четко все это получается, то есть мы обращаемся к article, это вот этот вот объект, который здесь у нас передается в сам шаблон, и вот в этой вот первой формочке мы выводим title, то есть название самой статьи. Здесь же мы будем во втором поле выводить интро текст, в третьем поле мы будем выводить с вами просто текст, ну и в принципе все. Дату публикации мы ее обновлять никак не будем, она пускай будет такой же, как и была. Теперь же мы давайте запустим просто наш проект, посмотрим, что на данный момент у нас получилось, обновляем вот эту вот страничку, и мы можем заметить, что здесь у нас все сработало корректно, единственное, введите анонс и введите основной текст, почему-то неправильно срабатывает, а, конечно же оно неправильно срабатывает, потому что здесь для анонса и текста мне нужно использовать не атрибут value, а мне необходимо просто этот текст вставлять вот сюда, между тегами textarea, потому что у нас все-таки textarea идет, поэтому здесь атрибута value в textarea попросту не существует. Еще раз сохраняем, обновляем, и вот у нас теперь все корректно, то есть сама страничка выглядит достаточно верно. При переходе на обновление какой-то записи, все данные этой записи сюда подставляются, мы можем это еще раз проверить, давайте вот, например, сюда нажмем, детальнее, редактировать, вот все данные подставились, теперь все, что нам нужно сделать, так это создать само обновление этой статьи. Это уже делается очень-очень просто, и для этого мы переходим обратно вот в эту функцию postupdate. Чтобы у нас тут все работало, нам необходимо с вами сделать следующее. Во-первых, мы давайте будем получать нужную для нас запись, не просто в операторе lc, а просто где-нибудь здесь, в самом начале функции. Дальше, мы с вами, когда вот мы получаем данные из формочки, мы все эти данные записываем в определенные переменные, и дальше мы эти переменные указывали при создании объекта, но теперь давайте мы сделаем по-другому. Мы будем устанавливать вот эти вот значения, полученные из формочки, сразу в тот объект, который мы здесь вначале как бы нашли. То есть вот мы нашли с вами нужный для нас объект, и дальше мы в этот объект подставляем те значения, которые получили из форм. Далее, создавать сам этот объект нам вообще нету смысла. Также добавлять нам его тоже здесь нету смысла. Единственное, что мы с вами делаем, так это мы с вами используем вот этот вот commit, то есть как бы обновление самой этой базы данных, и в принципе больше ничего даже прописывать не нужно. То есть как здесь происходит логика. Мы нашли нужный объект. Дальше, если данные передаются из формочки, то для этого объекта мы меняем значения, и вот мы значения подставляем те, которые берем из формочки. Вот, и дальше мы просто как бы обновляем базу данных. В нашем случае в базе данных уже есть вот этот вот объект, и для него будут обновлены все те значения, которые получены были из формы. Ну и дальше происходит переадресация. Если же что-то пойдет не так, то будет выведена ошибка. В ошибке давайте мы напишем, при редактировании статьи произошла ошибка. Вот, в общем-то и все. Теперь запускаем наш весь этот проект, и посмотрим, что же получилось. Итак, тут давайте я просто допишу три восклицательных знака, тут возможно тоже и тоже восклицательный знак, нажимаем обновить, и вот мы замечаем, что действительно у нас эта статья, она обновилась. Здесь добавились восклицательные знаки, здесь также, ну и здесь тоже добавился восклицательный знак. Все работает абсолютно корректно, и мы можем теперь обновлять наши статьи, и все у нас будет происходить без каких-либо проблем. Для полной картины давайте в шаблоне со всеми постами мы допишем одно условие, в котором мы скажем, что если у нас нет ни одной статьи на сайте, то в таком случае мы будем выводить просто определенный текст пользователю, например, будем писать, что у нас нету статьи еще на данный момент, или же если у нас уже все-таки будут какие-то статьи на сайте, то будем их перебирать через цикл и выводить их в таком же формате, как они выводятся сейчас. Чтобы нам дописать такое условие, нам необходимо зайти в шаблон post.html, здесь мы прописываем стандартную структуру для Jinja шаблонизатора, и тут прописываем просто условный оператор if. Здесь мы с вами прописываем, что если articles, их длина, чтобы получить длину определенного массива в шаблонизаторе Jinja, необходимо прописать вот такую вот конструкцию, то есть обращаемся к массиву и обращаемся к lens. Так вот, если длина будет больше, чем один элемент, вернее, больше, чем ноль элементов, изменяюсь, больше, чем ноль элементов, то в таком случае у нас будет выполняться вот весь этот код, то есть будет выполняться цикл и вывод всех этих статей, но если же у нас будет либо ноль элементов, либо меньше элементов, чем ноль, но такого, в принципе, невозможно, чтобы было, ну, в общем, если будет ноль элементов, то в таком случае обработается else, вот этот оператор, и здесь мы с вами просто выведем, что у нас еще нет статей на сайте. Ну и, конечно же, else необходимо закрывать, как и, в принципе, просто само это условие необходимо закрывать, и, чтобы его закрыть, мы должны прописать and if, вот здесь, в самом конце. Теперь перезапускать сервер не буду, потому что он и так запущен. Если мы обновим страничку, то сейчас вводятся у нас все статьи, все абсолютно корректно, но давайте, для примера, удалим все наши статьи, вот я одну удалил, вот давайте мы еще одну удаляем, и вот теперь у нас здесь пишется, что у вас еще нет статей на сайте. В то же время, если я добавлю какую-либо статью, давайте, для примера, вот здесь я просто какой-то текст подписываю, нажимаю отправить, то в таком случае, опять-таки, сразу у нас уже здесь идет отображение самой этой статьи. Все абсолютно корректно. Ну что же, на этом наш урок с вами подошел к концу, так что увидимся в следующем уроке, до скорых встреч, пока!